Ребят, всем привет! Очередная наша поездка на участок. Мы сегодня встречаемся с людьми, которые будут класть воздуховод, вытяжку в доме. Нужно определить, по каким стенам что будет идти, в общем, согласовать, чтобы нам было удобно, и им было это все по плану, и возможно сделать. Дверь закрыта? По пути, Боря, нет, не закрыла еще дверь. Мы сейчас мусор вынесли, потом вынесли. Боря заедет на шиманомонтаж, колесо пробил на днях. У нас продолжается весна, все тает, но при этом еще лежит снег. Уже думаешь, когда этот снег растает, в конце концов, то тает, тает. Плюс температура уже думаешь, ну все, сейчас все высохнет. А не тут-то было, снова снег идет. Через пару дней он минус 10 передает. О, минус 10, да, передают. Ну вот видите, весна у нас такая, новосибирский март. Вот, ну в общем, поедем. И спасибо всем огромнейшее, что, кто посоветовал, кто написал в личку по поводу полов. С одной стороны, вроде бы все так и должно быть. Там должен быть воздуха, как это сказать, ну короче, вентилирование. Вентилированный фасад. Да, вентилированный, ну не фасад, а пол, фундамент. Не фундамент, а над фундаментом. Между, короче, домом и фундаментом пол. А с другой стороны, слишком много сосулек свисало у нас внизу под полом. Нас это насторожило. Вы еще, нам некоторые зрители написали, что так не должно быть. Спасибо огромное. Потом мы тут начали бить тревогу. В общем, Боря пока мусор выносит. Я вам на фоне мусорки буду рассказывать. Не хочу на себя направлять, потому что в дневном машине будет это. Так красивее все-таки на улицу снимать. Немножко поделюсь просто, а потом уже в дом войдем с вами вместе. Значит, кинулись мы по друзьям, кто занимается каркасными домами. Списались с одним человеком, кто строил эти дома, знает, что. Он говорит, так не должно быть. Говорит, проверьте, что там в полах. Поэтому мы договорились с директором компании, что мы приедем сегодня, вскроем полы. И посмотрим, в каком состоянии утеплитель. Если утеплитель сухой, все нормально, значит, просто действительно вышла лишняя влага, которая была. В общем, все нормально. Но если утеплитель просел, уселся, мокрый, влажный, мы в нескольких местах пару плит снимем, то будем требовать замены полностью утеплителя. Так что сейчас едем, посмотрим вместе с вами, что там с утеплителем. Посмотрим, свисают ли там дальше сосульки или нет, выходит ли снова влага. Потому что нам сказали, что в любом случае, когда будет заливаться пол, стяжка теплого пола сверху, она будет заливаться, вот сейчас у нас, ой, Боря, что ты делаешь? Я ж испугалась. Бросается в это, в стекло. Это, это назовывается экономия влаги. Спасибо. В общем, у нас идет, получается, USB, утеплитель 20 сантиметров, потом снова USB плита, потом будет идти, ой, как же оно называется, не, Боря, как будет идти, Боря подсказал, техноплекс. Будет идти в техноплекс, потом будет заливаться бетонная стяжка, в которую будет класса теплый пол. И, говорит, когда будет заливаться бетонная стяжка, вот эта, все равно будет влага уходить вниз. И, говорит, для этого сделаны полы, вот эти вентилируемые, что она все равно уйдет туда вниз, и уйдет как раз таки вот так, как уходили эти сосульки. То есть через пол она уйдет в землю, получается. А из-за того, что у нас пол навесной, он у нас не стоит на земле. Говорит, это вот идет такая конструкция возведения каркасного этого дома, именно пола. Ой, как хорошо, сразу светло стало. Мне предложили 6-киловаттную электростанцию Hyundai, вот только что, за тысячу рублей. Говорит, а да, мне интересует. Понятно. А меня ничего не интересует. Ну и, короче, ребята, поэтому едем посмотрим. Мы, говорим, мы понимаем, что, говорим, что будет там уходить влага, все, это понятно. Но нам, говорю, дальше, чтобы перед тем, как вы закроете пол, чтобы мы смогли у вас по чистой совести принять проект, принять дом, что мы были уверены, что на момент, когда вы уже строите дальше, там все хорошо, что там не залило дождями, что там не засыпало снегом, потом не растаяло, все там не залило, не спрессовалось, чтобы и у нас была совесть чистая, как сказать, и мы не беспокоились потом в будущем по этому вопросу. Мы хотим вскрыть и посмотреть, правильно? Правильно. Мы договорились полюбовно, в общем, мы могли написать записку с претензией, как-то нам там подсказали, это делается, прям официально направить фирму. Но мы договорились, у нас очень хороший застройщик, он идет всегда на уступки, всегда идет на встречу. Мы очень легко договариваемся по разным вопросам. И здесь тоже он сказал, да, без проблем, говорит. Я вам объяснил, как это работает. Вы, конечно, можете вскрыть, посмотреть, чтобы вы себя спокойно чувствовали. Поэтому сейчас поедем, вместе вскроем, вместе посмотрим. Вот такой уже у нас красивый домик. Начали его закрывать, ребята. Как он называется? Халберг? Халберг. Крышу уже полностью постелили. Но отсюда не видно, не смогу вам снять. Ой, какой он у нас обретает хороший вид. Короче, ребята, зашли мы в дом. Людей этих, которые к нам должны были приехать, обсуждать вентиляцию в доме, должны были приехать через час после нас. Мы приехали, они уже были на участке. Короче, хотели вскрыть полы, а у нас же привезли окна. И этот утеплитель все лишь стоит на полах в комнатах. Короче, вскрыть полы негде просто, физически. Нужно, чтобы они убрали хотя бы эти окна, минимум, да? Подставили. Да, и это... Ну, чтобы было, где вскрыть эти полы, посмотреть. Намело в дом снега. Через окна не закрыты. Уже на этой неделе нам должны окна закрывать. Мы зашли туда, попросили все это убрать, чтобы оно нам туда снова не текло. В общем, этот снег повычищать. Короче, не получилось и нам посмотреть, что там в утеплителе. И вам показать. Такое мы планировали одно, да? Сейчас мы там все, а по факту... Только в машине с вами говорю и говорю. Ну, вот иногда и так бывает. Зато нам крышу полностью накрыли. Окна уже подвезли наши, нашего цвета. И уже будут на этой неделе закрывать окна. Поэтому это хорошо. И начали забирать, да. Вот это то, что я вам показала, кусочек уже вокруг дома сделали. Кроме, где вот тыльная сторона, да? Да, нет, не начали. Три стороны уже сделали. Да, три или две ты смотрел, ходил. Одну сторону полностью сделали, а две до окон. А, ну, прям наверх сделали? Да. Ту, заднюю? А, мне показали. Даже наверх сделали. А две полокна, да, вот то, что мы показали вам. А потом, что мы хотели сказать. Договорились за утепление, за вытяжку. Еле договорились, потому что эти короба, надо было так, чтобы было их провести из нескольких комнат, там, или сто лета с ванной вывезти. В общем, у нас будет на крыше два колпачка выходить с крыши. Два вентиляционных. А до этого мы планировали, что у нас будет три вентиляционных отверстия. Но мы так согласовали, что получилось у нас сделать два вентиляционных. Два, короче, соедините в одно, ну и одно отдельно, как планировали. Поэтому решили, это тоже вопрос, потому что это очень важно. Мы сколько стояли, наверное, около часа, да, решали, никак не могли. Да. Сначала так решили. Потом, ну, как вот три у нас было этих отверстия. Но три отверстия должны были выходить в бок дома. А у нас получается, чтобы вы понимали, мы уже решили, уже собирались уезжать. А они говорят, а вы подумали о том, что у вас вот этот выход из воздуха будет упираться в козырек дома, в кончик. Влага. И вот здесь будет влага на вас накапливаться и заледеневать все. И эта влага будет и в крышу проходить, и может отломить своим весом, да, вот этот... И воздуховод будет обледеневать внутри, потому что холодный воздух. Да, короче, говорить нельзя, чтобы под козырьком было. Мы говорим, так выведите нам вот так, чтобы было. Ну, над козырьком. Через крышу. А он говорит, так в конце будет некрасиво. Это последний там полметра или метр козырька. Говорит, будет некрасиво. Короче, сошлись мы так, чтобы в середине крыши все-таки вывели нам и два было воздуховода. Это целый час стояли, обговаривали, ходили по этому дому. И так, и сяк. Это все дело. А он говорит, у вас еще нестандартный проект дома. Говорит, там где стандартный проект, мы знаем уже. Мы зашли, чик-чик-чик, у нас все стандартно, все-все это. А у вас, говорит, нестандартный, мы сами делали. Вот, поэтому наконец-то договорились. Но, вскроем попозже. В любом случае. Но вот тоже мы с этими людьми разговаривали. Они говорят, это такая не мин-вата, а каменная вата, что она, говорит, не намокает. Она не намокает. Она набирает влагу, но говорит, за лето у вас все просохнет. За лето все, ну, у вас так система сделала, что оно все выдаст, отдаст. Вот. То есть, тоже вот еще одни люди сказали, что, в принципе, говорит, все оно оттуда выветрится у вас. Время только дайте. За лето, говорит, лето хватит. Но все равно, говорю, давайте так, пока чтобы мы были спокойны. Мы директору сказали, мы у вас должны принять дом? Должны принять дом. Мы должны быть уверены, что мы посмотрели своими глазами, увидели, и у нас к вам потом не будет претензий. Должны. Как мы воспримем, если мы не понимаем, что там внутри происходит? Поэтому все-таки вскроем, но чуть попозже, когда освободят пространство, перед тем, как заливать будут полы, стяжку делать. Как сантехников запустят, потому что там же и утеплитель будут класть, и теплый пол класть. Поэтому обязательно вскроем, все посмотрим и вам тоже покажем. Ну все, на этом видео, наверное, будем заканчивать. Мы тут еще по делам ездить. Ездить будем немножечко и домой поедем. Но уже это снимать не буду, потому что в основном у нас видео, когда мы в городе что-то делаем, это отдельная вообще история. Мы их в отдельную папку складываем, отдельно называем и так далее. А сегодня у нас все-таки видео о доме, о строительстве, для отслеживания вообще, как у нас продвигается процесс. И оно и лежит в папке строительства нашего дома под Новосибирском. Поэтому, чтобы в одну кучу все не лепить, котлеты и мух, да, там, или как говорят, разделять надо. Поэтому будем это видео заканчивать, а свои дела уже будем решать дальше. Пока-пока, ребят. Спасибо, что волнуетесь. Спасибо всем, кто нам пишет советы. Мы очень благодарны. Единственный момент, тоже благодарны очень вам, что вы начали присылать информацию, но плюс еще присылать ссылки на каналы других блогеров о строительстве. У нас просто нет времени смотреть все эти каналы. Очень благодарны за ваше желание помочь. Но, чтобы вы понимали, мы не сами строим дом. Нам не нужно знать многих нюансов. Потому что, как вот это все-все... Потому что нам строит застройщик. У них есть проекты. Они уже годами строят. Застройщик хороший. Уже у них там они целыми коттеджными поселками строят дома. То есть это, знаете, не просто застройщик. Дядя, который работает сам, там, нанимает время-отременье бригаду. Знаете, у него там один-два дома. У них десятки домов в строительстве. Поэтому, в принципе, просто нам нужно вовремя приезжать, контролировать какие-то моменты, согласовывать на определенном этапе и отслеживать какие-то нюансы. Ну, чтобы более доброкачественно выполняли с работы. Вот. Типа, там, вовремя убрать снег, вовремя там, да, подшить все ли там. Ну, вот доска нам не очень понравилась, там, замените нам ее или там, укрепите. Ну, типа, вот такого формата. Еще хочу добавить один момент, что я со мной сторож разговаривал. Говорит, сижу я. В среде недели приезжает какая-то машина. Выходит оттуда человек презентабельного вида. Идет себе в дом и начинает там ходить. Я выхожу. А он с каким-то прибором, типа рентгена, смотрит стены, смотрит пол. Там видно все, как вата сложена, внахлест или в стык сложена. Правильно ли. А потом я узнал, это техконтроль. А, то есть они приехали, как работники сделали? Да, он приехал, посмотрел, проверил, поставил, наверное, документы какие-то, заполнил и уехал. Ну, вот еще и такой момент. Но все равно, правильно вы пишите, как можно чаще нужно приезжать, смотреть и контролировать. Мы так и делаем. Нам либо фотоотчет, Боря просит, отсылают, говорит, вы нам скиньте, пожалуйста, фотоотчет. Либо вот, когда крышу крыли, чтобы вы понимали, перед тем, как положили, подбили спонбонд или как. Ну, вот эта вот штука, которая не дает заходить в дом сырости, грубо говоря. Потом не утеплили. Вот этот спонбонд лежал, наверное, недели две. Да, пока шли дожди, были сильные морозы и ветра. И снег. И там намело снега. И вот процесс, как они почистили. Сначала они прислали фотку, вот, говорит, мы почистили. Я смотрю, там куча снега еще. Говорю, Боря, мне не нравится. А скинь. А потом через день или два они говорят, мы уже стелим утеплитель. Я говорю, Боря, попроси, пожалуйста, чтобы скинули, как выглядит крыша, на которой они уже стелят утеплитель. Ну, кладут, закладывают вот эти вот проемы. Он присылает. И это небо и земля две фотографии. Потому что, говорит, если бы они клали вот на то, получается, утеплитель на снег. А они почистили, а по углам, ну, такой, прослоечка снега еще осталась. Ну, снег еще шел в то время. А уже когда они клали, он фотоотчет прислал. Прям вот они кладут дорожки, а вот этот, ну, укладка. Там полностью они чистые. Я говорю, о, меня это устраивает. То есть мы прям просим какие-то фотоотчеты, как, что, на каком этапе происходит. И видеоотчеты они присылают. Да, поэтому спасибо всем, кто волнуется. Единственное, что мы не готовы просматривать какие-то видеоролики, каналы целые. У нас просто нет физически на этого времени. Просто нет. Если какой-то совет прям конкретный дадите, классно. Что вот так не должно быть. Или вот вы строитель. А когда есть свободное время, то хочется полежать, какое-то кино посмотреть. Ну, это уже в 10, в 11 вечера. А не работать обратно. Когда уже глаза даже не работают и мозги не думают просто. Поэтому, да, не получается у нас просматривать каналы, строителей. Но я же говорю, в принципе, у нас особой нужды нет. Мы, главное, контролируем какие-то процессы. Мы же сами понимаем, ага, что вот здесь закрыт, нужно, чтобы снега не было. Ну, логические мышления есть же какое-то. Чтобы там ничего не было порватое. Чтобы нормально там не гнилая доска стояла. Там без всяких сколов, я не знаю. Или без трещин. Вот как нам положили лаг в крышу. Я ходил, смотрел, а там трещина идет от сучка до сучка. Если туда пойдет хорошее давление, она лопнет. Говорю, заменить. Они его укрепили. Они взяли, прибили сбоку еще метров 4, наверное. Укрепили полностью. Говорю, теперь самая крепкая будет из всех. Да, да. Ну, такие моменты. Боря, в принципе, без каких-то особых знаний в строительстве, прям там углубленных каркасных домов, он как бы разбирается. А если, конечно, будут какие-то такие вот серьезные вопросы, где мы прям совсем не разбираемся. Будем спрашивать. Спасибо, что подсказываете. После пока прошло 4 минуты. Видишь? Значит, получилось хорошее полноценное видео. Нет, хорошее полноценное пока. Или пока тоже. Ну, все тогда, ребят. Все точно. Пока-пока. Спасибо, что заботитесь о нас. До новых встреч. Подсказывает и поддерживает. Да.